И читали из книги, из закона Божия, внятно, и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное. Видите, как связано? Толкование, народ понимал. А до этого не было. Вот то, что люди расходятся, расходятся не просто так. Ну, знаем, где дом наш находится. Все пришли сюда, если бы дорогу незнакомому рассказали, без пояснения где, он бы ушел в другой конец города. А это мы на небо идем. Вот ко мне сюда приезжал человек, он из Америки, и сейчас здесь занимается хозяйством. По-нашему, юстам звать его. У них 21 тысяча разных сект, которые Библию держат, православных обвиняют, иконы, там все. А вот там ни у кого нету. Есть уже баптисты, они баптистами не стали. У них другие, у каждого свое название. Вообразите себе, 21 тысяча человек стоят сейчас, держат Библию, это до проспекта туда, даже не войдут. И доказать ничего нельзя. Почему? Потому что Библию держат в руках, а знать не знает, что написано. Прилагайте толкование. Я сегодня хотел на эту тему особенно обратить внимание. Слово, которое говорит Господь, требует разъяснения. А разъяснения нет, еще и нет. 12-летний Господь отстал от родителей. Ну, он, ему не отец, а охранитель, как Иосиф был. И удивляются, почему он не просто читать. Да, дети маленькие, 5 лет может научиться читать. Разъяснял. И они задавали ему вопрос у учителя, и весьма дивились. Вот нужно знать, что за этим кроется. Обычно так. Господь говорит, будет так, если. Если вы будете верны. Слово «если» в Библии встречается 1881 раз. Это 1881 раз стоит препятствие, которое удаляется, если мы выполним, что за этой фразой стоит. Господь говорит, я не оставлю вас, если вы останетесь верны. Если. И вот сегодня вопрос задают. Такой поток разводов. Ну, из тысячи свадеб 846 через 4 года полностью распадаются. Ну, а если как нужно, чтобы сохранить это? Есть. Если. Если будут смотреть сюда, и жена займет положение, какое ей Богом отвечено. Нет. Нарабных. Феминизация называется. Это все дьявол придумал. Жена доучится в безмолвии. А учить жене не позволяю не властвовать над мужем. А она все везде лезет. Ну, и что? С чем остались? Вот мы были в Германии, когда у которой останавливались. Прекрасная сестра наша, одна. Я говорю, а почему одна? Ну, она, я, говорит, любила командовать. Мне всегда казалось, говорит, я умнее его. Ну, и подравнялась, стала такая, как он. Нет, ушел другой. Любой вопрос, почему столько аварий у нас? Не в одной стране, не столько аварий на дорогах. Если, теперь мы можем посмотреть, любой вопрос задавай. Он отвечен, его надо знать где. И прилагали толкование. И написано, и народ понимал. Мы сейчас несколько мест Писания из Библии посмотрим, где люди просили разъяснение. А если не было, они считали, Библия в руках считает. Я не знаю, о чем тут говорится. Библию, которую даем Новый Завет, это не все только тронуть человека. Дальше он должен пристать куда-то. А как узнать, допустим, вот какие люди сейчас появляются? Сегодня показывают в интернете. Одеты, ну, без платков это уже одно, понятно. Длинное платье, цветные. И там десятки тысяч людей. Тысяч! И все одновременно пляшут, мужчины и женщины. Скидывают руками, остановить нельзя. Это небо нас так настраило. Небо настроило плясать, крещать. Ну, это харизматы. Церкви никогда этого не было, чтобы такие поступки делали. Вот мы сейчас прочитаем. Бытие 40 глава, 8 стих. Первая книга Библии. Пять вместе называется Торой. У мусульман Таурет. А ничего нет, только название. Книг этих нет у них. Восьмой. Старковый. Восьмой стих. 12 и 18. Они сказали ему, нам виделись сны, а истолковать их некому. Иосиф сказал им, не от Бога ли истолкование? Расскажите мне. Видите как? А это более глубокое. Библию, которую держат. Я что сейчас говорю, запоминай. Если у вас есть связи какие-то с сектантами, с баптистами, вы им скажите, причина вот в чем. Потому что вы в Библии выбрасываете многое. Это мы сейчас увидим. 12 и 18 стихи. И сказал ему Иосиф, вот истолкование его. Три ветви, это три дня. Видите, как надо? Три ветви, три дня. А как связано? Никак. А что означает эти коровы? Семь. А это означает, семь лет голода будет. А те коровы, вышли, этих съели, что означает? Урожай будет. 18. И отвечал Иосиф и сказал ему, Вот истолкование его. Три корзины, это три дня. Видите, как толкование. Почему мы называемся православными? Кажется, что тут простого-то? Правильно славить Бога. Как мы его во имя Отца и Сына и Святого Духа. Слава Отцу и Сыну. Вот в этом дальше никуда не идет. Все остальное дальше отстоит. Вот считаем. Первое пославие к Коринфянам, 14, 13. Мы сейчас несколько мест Писания посмотрим и начнем разбираться, что нас окружает. Толкуем мы это или нет. 14, 13. А потому говорящие на незнакомом языке молись о даре истолковании. Дары были такие. Они говорили, а сегодня есть когда пятидесятники такие, ну вот, они кричат. Духи повинуются. Мы среди таких были. Среди них я первый раз услышал, что Библия есть. И они падают, кричат, а что он не знает. Ни одного слова. А что ты кричал? Не знаю. Толкования нет. Ну а чтобы обостить, сказать, я видел видение такое там в углу. Один хор. Вот так вот рукой. Здесь мы к ним попадали. В тальменке, кажется, все нас мало, а на самом деле много. Она видит два хора по углам. Все. Еще ты растолковала. Ты священное писание покажи. Что это означает? Когда языки были? До какого года? Да, люди говорили. Это доказательство того, что Господь принимает их. Больше ничего нету. Главное, это пророчество. О чем говорит Господь нам? Дальше. Даниила. Это деяние или восемь? Деяние. Ну, деяние, восьмая глава. Восьмая глава. Детский третий третий четыре. Сколько, наверное, тут стихов нету? Есть? Так, все. В нитяжении его суд его совершился. Народ его кто разъяснит? Ибо вземлится от земли жизнь его. Может, нет? Нет. Надо посмотреть, что это. А восемь. Три. Тридцать три. Деяние. Ты пропали с ним. Да, теперь, Деяние, ну-ка, прочитай. Тридцать три. Есть стихов столько? Есть. Я его читал. Да? Да. Должно быть здесь, в Евну, когда ехал. Тридцать четвертый. Евну же сказал Филиппу. Прошу тебе сказать. О ком пророк говорит это? О себе ли? Или о ком другом? Вот, заметьте, картина какая. Ну, сегодня на машине так не получится. Не получится. А это едет на лошадях. Дороги какие были, какие колеса, резины не было, чтобы мягко было. Кидает. И считает, читать, когда едешь в машине, вредно. Потому что расстояние до глаз меняется, ты дергает тебя машина. А это значит, драчок, кто сжимается, то это ты можешь повредить глаза. А он едет и считает. Считает и не понимает. Вот с дороги ты подошел, разумеешь ли, как считаешь. Почему он вопрос этот задал? Потому что считать, это не все. Евнух едет. Это не просто Евнух едет, а главный банкист страны. Понимаешь ли? Нет, не понимаю. Ну, давай, считай, о ком он говорит. Вот это важно людям рассказать. О ком он говорит? Любое местописание подводит нас к истине, что во всем всегда и всюду Бог. И он стал ему рассказать о Христе, о спасении. Но мы не знаем, сколько еще он говорил. И дальше говорит, чтобы люди обратились, и человек рождается грешный, поэтому в воде омовение идет. Он увидел воду, проезжает где-то, а вот вода. А что мне препятствует? Он знает, что сейчас они расстанутся и больше не встречаются. Если веруешь, верую. И сошли оба в воду. Он не стал его, как сегодня, ладошкой брать в воду, там, брызгать на него. Это обман. Зашли в воду. А как мы представляем? Все во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Во Христа. Апостол Павел Кремленам пишет 4,6, что мы крестились в смерть Христа. Как Христос умер, так и мы умираем, скрываясь в воде. Выныривая из воды, выныривая, святые отцы так слово такое говорят. Мы получаем новую жизнь во Христе Иисусе. Сегодня-то это, я не знаю, может быть, 90 с лишним процентов, которые не крестят. Но везде мы стучали, старались. Сейчас один священник тут есть, который крестит. Те, которые были обливанцы. Ну и в разных местах появляются. Никак. Такие фотографии делают. На фронт призвали. Они стоят. Уже обритые все. И один держит ведро большое такое. А тут стоит один священник, очень известный такой. Ладошкой черпает, вот здесь на затылок ему капают. Все одеты. И это выставлено в интернете. Ох, и ждет же нас переворот этот. Почему? Потому что дело Господне. Написано проклят, кто дело Господне делает небрежно. Иеремия 48, 10. Проклят. Это проклятие сегодня буквально все храмы охватывает. И причин никаких нету. Теперь вновь канонизированный архиепископ Лука, воинный оценецкий, крымский-то. Он узнавал, кто священники ел и всех запрещал. И вот его, который у нас сейчас в Киевском православии, мы его письма, приказы, все это взяли первый раз. Раньше их не было нигде. Прочитаем еще. Вот слово «учитель» встречается 94 раза у нас. Лука 2, 46. Как интересно спрашивает, а разумеешь ли? Он знает, с чего начать надо. А сегодня даже никак. Ну, сел, сел, где ты слазить будешь. Главный вопрос. Разумеешь ли ты читанное? А считает-то Библию. Лука 2, 46. Через три дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Просто сказали бы, дали посчитать, он бы посчитал и так бы скрылся. Но они спрашивали, и вопросы очень сложные. А как он знает? Он Бог, он все знает. По милости Божией. Лука 5, 17. Мы сейчас увидим, как мы должны вести себя. В один день, когда он учил, и сидели тут фарисеи и законоучители, пришедшие из всех мест Галилеи, Иудеи и Иерусалима, и сила Господня являлась в исцелении больных. Видите как? А у нас такого нету. Во время, когда говорится слово Божие, сила какая идет от Бога. А мы даже это никак не связано. Вот сколько у нас службы идет, люди-то, которые стоят в храме, пришли. Он пришел к свечной кассе, там прошел где-то, ну, процентов 90 с лишним, которые вообще не понимают. Сегодня прям открыто все печатают, все это. Я вот эти ролики нашел Мещеринов Петр Игумен. Ему, как он, председатель молодежи, которые в православии есть, патриархиены где-то. И вот он все показывает, какие мы являемся перед Богом. Вы понимаете? И дальше, даже на русский язык, на русском еще надо перевести, о чем речь-то идет. И он прямо показывает, что считается здесь вот, у нас-то тут немного еще, а когда бывает богослужение-то длинное, из того, что считается, практически люди ничего не знают, которые зашли в храм по своим делам. А ведь нам надо донести до них, показать величие этого. Я говорил, что тут главная ошибка, мы сейчас увидим, где она. Ефесянам 4.11. Вы два места себе запишите, а потом дома покажете своим, кто не православный. Скажи, вот где корень всего. Ефесянам 4.11. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. Вот спроси их. Скажи, ты веришь, что апостолы... Я беседовал много с разными сектантами. Перечисляют апостол, все правильно. Пророков. Ну, одного Агава там назвал. А учителя кто? Ну, учителя, которые учат. Нет, поставил, поставил в первом веке Господь. Не говорил, когда придут учителя через 2000 лет, и они будут говорить правду. Они не знают. Поэтому нам держаться надо тех учителей, которые столковали. Блаженный Пепелак, Ян Златоуст, Василий Великий, Блаженный Августин, Иероним Стридонский. То есть, это целая плеяда. И они каждое слово вникали до самой глубины, откуда это идет. Почему Златоуст как учитель покаяния? Он непрерывно наставил, не пропускай ни одной буквы, ни одной черты. Господь сказал, небо и земля приедут, но ни одна черта не исчезнет. Мы сегодня точно знаем, сколько этих черточек, сколько этих... И кратко, все, ну, позволяю этот инструмент сделать. Если где-то убрали, сегодня же можем узнать. Сразу зарядил только, а кто-то что-то убрал. Иных учителями. Вот будешь разговаривать, скажи, а кто учителя у нас? Вот мы их называем, которые учителя и их труды. Они эти труды свободно продаются. Можно зайти в магазин церковный. Какие учителя? Сколько не беседовал, бесполезно. А они не знают. А где написано? Евреям 5, 13, 14. Два места только. Ефесянам. Вот тут у нас нет сестра, она записывала. Могла бы дать 4, 11. Евреям 5, 13, 14. Всякий питаемый молоком не сведущ слою правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственно совершенным, у которых чувства навыков приучены к развлечению добра и зла. Твердая пища, не каждый знает. И 1 Коринфа, 12, 28. Мы смотрим, что нам Дух Святой говорит через Слово Божие. 12, 28. И иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями. Далее, иным дал силы чудодейственные, даже дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки. И, что интересно, если человек, рожденный от Бога, он пренебрегать не будет, он скажет, а кто же учителя? Он сразу обратится к своим, которые сегодня, скажите, поставил или поставлю, разница есть? Поставлю в будущем, а поставил, это уже они были. Уже толкователи были. Кто они у вас? Вот Барнаулия, не знаю, сколько на разных названиях, где-то, кажется, было 48, которые Библию в руках держат, синодальный перевод, можно было бы разговаривать. Но, когда доходим до этого места, да это не важно. Но не важно, поэтому мы все по разным углам. Он поставил, перечисляет апостолов, я говорю, а кто учителя? Они снова считают апостолов. Я говорю, это апостолов вы считаете, мы же прошли, давайте запишем. Ну, на занятия ходили эти люди. Как только откроет Господь это, все кончится, Он понимает, а у нас от учителей это и не было. Поэтому все толкуете по-своему. Я говорю, что если сегодня разобраться, то, насколько, наверное, каждые две недели появляется новое течение секта. То есть общее число мы даже и не знаем. Это, которое зарегистрировано, которые говорят, какое у них название, какое название-то. Тут газета выходит, а это новая жизнь. И они себя назвали новая жизнь. А что новое-то, когда то же самое. Научились плясать. Это здесь, которое. Считаем дальше. Якова 3.1 Братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению. Это говорится нам об учителях. И мы, если передаем это, это учителя. Написано, называйтесь отцами. Апостол поговорит, я родил вас. А раз родил, то кто он? Он отец. Но не выходя из этого учения. Учение, которое дал Господь, это учителя. А ты передаешь это, учишь, но ты не изобретаешь новое учение. И еще. Риммин 12.7 Имеешь ли служение, пребывай в служении. Учитель ли в учении. Пребывай. А как пребывать, если их нету? А вы нас судите, они говорят. А мы не судим, как не судите? Вот сколько я называю учителей. Григорий Низский, Василий Великий. Вы хоть одного признаете? Нет. Вы всех осудили, что они неправильны. Вы не просто судите, вы всех подряд за тысячу лет осудили. Вот есть такой у католиков, Фома Кимпийский. Очень хорошая, начитанная, можно взять где-то. И она настольной книгой была. При царской власти еще. Так он католик, но он раскрывает внутреннее состояние человека, как понять волю Божию. Если встретится такая возможность. Были бы где-то, я бы вам дал. Она у меня насчитанная, сохранилась на компьютере. Я ее не один раз выпускал на пленках где-то. Каждый шаг твой рассматривает во свете Библии. А он католик, это Дух Святой делает. Господь не на звание смотрит. Почему? А они католики идут от самого начала, и у них учителя. Вот мы говорим, Иероним Стридонский. Вот я говорю, вам трудно запомнить, может. По ихному это Жером, ему имя такое называется. Вот. В 420 году он умер. А разделение с католиками православными в 1050 году, в 1554 году. То есть это одинаково посчитается. Он у них посчитается, как у нас Ян Златоуст. Он решил сделать, на латинском языке перевести, и чтобы вы знали. И он 30 лет провел в Рифлеенской пещере, и ему какой-то старый ученый еврей все говорил. И он перевел. Иероним Стридонский. И он написал о нравственности священства. Такая книга есть. Когда эта книга вышла к людям, ее от руки переписывали. Он ничего не скрывал. Он говорит, вот у нас священники, только подай. Все за деньги. Шаг у них, шаг не везде. Плати, плати, бизнес устроили. Ну и дальше говорит о том, что они делают. Я нигде не могу книгу найти. Когда выжил Жандан Билли, это главный монастырь в Америке, православный. Я говорю, у вас эта книга есть? Есть. А можно взять, посчитать? Молчат. Ну я посчитаю, ничего же. Почему? Библиотека есть. На руки не дают. Вот. Тут был Алфеев Иларион. Он сейчас в Чехословакии. Митрополит патриарш это. Он начал частями публиковать. И сразу прекратилось. Так близкие друзья Иеронима, все отвернулись от него. Что ты сделал? Ты мать церковь раздел до нога. Их никого нету. А он прославляемый. Не надо скрывать это было. И Господь, вот к Яну идут люди креститься. Какое имя дает? По рождению Ехейнины. Вот это угостил он их, дал им имя теперь. Как после крещения-то. Кто внушил вам бежать от будущего огня? Кто? Если бы они не отвечают. Дух Святой коснулся совести. И мы поняли, что мы грешники. И не просто грешники, а последние грешники. А что нам делать? Довольствуйтесь жаловами своим. Не обирайте людей. Иоанна 3.10 Я говорю о толковании. Мы православные обладаем этим толкованием. И как должны быть благодарны Богу, что нам это Бог открыл, что святые отцы толкуют правильно. Иисус отвечал и сказал ему, ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь? Конкретно сегодня. А о чем вопрос стоит? Ну а почему, говорит, радости-то такой нет, это самоверующее. Все заключается в рождении свыше. Если тебе Бог это открыл, дальше все остальное, как к рожденному, Господь будет накладывать. Душа твоя сразу будет разбирать, от Бога ты или не от Бога. Ты учитель, ночью пришел, лучше некуда. И не знаешь? Не знаю. Да как же ты учил других, а сам не знаешь? Вот такие мы сейчас и есть. И когда арестовывали священников, у меня близкие и знакомые, которых там дедушки там были взяты, расстреляны священники, рассказывают, что их хотели безбожники там взять, отречение от Бога. Никогда нигде не было такого нашествия на священников. В одну ночь больше ста священников взяли и расстреляли. Ни обвинения, ни суда, ничего нет. Это хорошая власть. Объявили враги народа. Почему? Потому что атеистическое государство, а вы Бога какого-то даете. Храм Христа Спасителя взорвали. А как сделать? Прислушаться к Богу надо. Враг народа. Я стал дальше думать и увидел, обвинение это стоило того. Вы призваны учить народ. Почему не учили? Евангелие люди не знали. Умирали. И где они теперь находятся? Когда люди-то получили, допустим, в 988 году, крещение Владимира было на Крещатике, а Библию получили в 1876 году. То есть после крещения в 888, легко запомнить, 888 лет Библии не было. Народ вообще ничего не знал. Евангелия не было. Ну, ни на каком языке не печатали. А как жили? Каждое слово рассматривали в зависимости от того, какая погода. Вот знали Ирина, 5-го такого, рассадница. Почему рассаду в это время выставляли? У нас отец знал это. Мы спрашивали, вот говорят, воздвижение, воздвижение, честного, творящего креста. Нет, называлось сдвижение. Я говорю, а что означает? Ну, осень уже. Поэтому все мыши, лягушки, змеи сбегаются по своим норам. Какое объяснение? И при том, ни один, ни два. А ведь люди жизнь заканчивали, молились, люди умирали, не зная, кто они, а теперь, где они находятся? Не зная, Слова Божия, даже говорить страшно. Знали только то, что есть. На разные прискозульки. Вот у нас были без священца, старые брядцы. Это наша. Я родился в этом. Ну, а заболел. Нужно взять, из яйца выдуть, чтобы пустая кожурка была, и в источнике где-то пощеркнуть воду. Это место причастия. Только с корлупой. Это я только то, что сам запомню, то, что у нас было. Выход только один. Понимаешь и что считаешь? Заходи на это, на колесницу. Вот мы сюда пришли, вы другим расскажите. Сколько вы теряете, если только не знаете? Я, чтобы это вот сказать, видишь, сколько здесь. Как сказать? Как донести? А ты понимал этого? Не понимал. Мне Господь позволил это пройти жажду искания. Это Бог сделал так. Искал, и нигде ничего нет. До времени пока не встретился. И Бог сделал так, что встретился не где-то у сектантов. И началась новая жизнь. А через это теперь уже другие пришли. Попутно хочу сказать. У нас книги вышло. Четырехтомник, проповедь в стихах. я внезапно только почувствовал, что там заложено. Когда у человека неурядицы, что-то куда-то отвлекается, начинаешь считать стихи, и ты уже не оторвешься. На этой неделе случилось, что было? Мы встречались с митрополитом, местным Сергеем. Были у него. Я подарил ему книги. Восемь книг. И вот мы стали, когда разговаривать, и он, когда взял одну книгу, открыл, и стихи начал считать. А у нас все-все засняла, сестра. Это уже, наверное, стоит в интернете. Я понял, я смотрю, а считаю, что сихотворение, он уже не оторвется, потому что там до самой глубины достает. Это Господь сделал. Я своим ничего не признаю. А то милость Божия. Кто молился об издании, вот сейчас мы готовим проповеди во свете Святой Библии. Проповеди во свете Святой Библии. Бог дал помощников, которые сейчас помогают, где-то 60 тысяч человек. То, что я говорю, вот это надо в буквенное выражение, в вводе сделать. Но сейчас только надо обрабатывать, чтобы люди знали, которые отлично знают грамматику. И дальше уже будет семь томов. Каждый том, примерно, по 1150 страниц. Это даже высказать нельзя, как это дорого. Ну, как-то мы надеемся. Господь силен. А как? Бог дает откуда-то. Вот у нас из Потеряевки взят был юноша, ну и отправили его как на фронт, скажем так. Это операция, которая идет там. И он, когда здесь был, а получилось, там кто-то поджег, документы сгорели, мы молимся об этом. Я говорю о том, что есть. Ну, он тут какой-то, дали в отпуск, он уже побыл в отпуске-то. И когда коснулось его, я не знаю, как он оказался, что он присягу не принимал. И оказался, что наша одна сестра, с которой мы, она служит работницей у генерала. И мы уже с ним беседовали, разговаривали. Ну, видно, люди хорошие. И когда он узнал, что его на передовую послали, мать Софила, ну, наша сестра, на передовую это означает Бог его знает, как будет. И этому генералу только сказали. И он сразу же заказали там матери его разузнать, как командир. И он генерал. Я буду ходатайствовать, чтобы его вернули оттуда. Ему, он здесь должен быть. Вот у нас, которые такие были, не приняли, они за больными ухаживают, сопровождают, но без оружия, без присяги. Потому, это наши люди, которые научили. Называются на альтернативной основе. Мы должны это знать. Почему? Откровение, 13 глава, 10 стих. Вот я медленно-медленно прочитаю, это прямо для нас. Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто убивает мечом, тому надлежит быть убитым мечом. Надлежит, по-другому не будет. Тому надлежит быть убитым мечом. Точка здесь терпения и вера святых. Это один стих, который вот здесь говорит в этой Библии. Откровение, 13-10. Ну и эти, там, который генерал, его звать, как нашего брата, тоже помолитесь, я вам имя говорю, чтобы получилось, как он говорит, чтобы нашего брата вернули оттуда, вернули. То есть, его послали туда, мы еще не знаем, священник ездил на передовую и брал его, чтобы он помогал ему-то принести, там все. А сейчас никто не знает, почему его взяли. Он без оружия, оружие он никак не берет и присягу не принимал. Государство это разрешает таким, а он не идет, показали, вот Баптиста, ну, того, значит, два или три года ему, два с чем-то дали, не где-то, а в поселении. Я Баптист, говорит, но я не могу это делать и проще. Сейчас все это публикуют. Вы, которые не знаете даже, что я сказал, эти люди ищут помощи, не в чем-то, а духовной поддержки. Итак, я растолковываю события сегодняшние, и чтобы мы все были со Христом в вечности, а Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Аминь. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божие, помилуй нам, иисусе Христе. Аминь.